Сегодня Восток культивирует 12 видов спорта. Это плавание, мини-футбол, хоккей, художественная гимнастика, волейбол, киокосинка и каратэ-до и другие. И если еще виды спорта, хотя бы отчасти, но можно перечислить, то количество воспитанников, победителей городских, областных и всероссийских соревнований, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта не поддается никаким подсчетам. Тренерский состав «Гордость Востока» Татьяна и Полина Буздина, Татьяна Грановская, Петр Иванов, Наталья Проскурина, Александр Зуев. Только за последний год их воспитанники стали призерами и победителями соревнований различного уровня. Мало кто вспомнит, с чего начинался этот спортивный путь длиною в целые 10 лет. Подсказывают лишь в администрации спортивного учреждения. С самых первых дней действуют секции художественной гимнастики и мини-футбола. Родоначальником у нас является в нашем городе Зуев Александр Юрьевич и до сих пор радует нас и количеством занимающихся, и качеством своей работы. С Александром Зуевым мы встречаемся у стенда с кубками. Сегодня в череде огромного количества дорогих сердцу наград. Ему и самому сложно найти ту самую первую. Но как открывался Восток, Александр Зуев помнит, словно это было вчера. Постройка данного дворца спорта просто была грандиозным событием. И люди это ждали. Я это помню, эти времена, как это было. И поэтому так и детей стало много. Для меня, как для тренера, конечно, самое главное событие – это победы. А у меня победы, я как бы скажу, у нашего отделения мини-футбола, они случаются ежегодно. То есть у нас не было года, чтобы у нас не было какой-либо победы каким-либо возрастом. Я говорю, в этом году, то есть сезон 2016-2017, мы вообще выиграли первое место, то есть стали чемпионами России в зоне Московской области. Александр Зуев считает, что немаловажным моментом является и то, что появилась преемственность. Дети, которые когда-то занимались в секциях, выросли, стали спортсменами и возвращаются сюда, в Восток. Так и случилось с Сергеем Тумановым. Бывший воспитанник Вячеслава Красавина сегодня сам является тренером полки у Косинка и каратэ-до. В дни школьных каникул он проводит учебно-тренировочные сборы с дополнительными тренировками в бассейне. Очень приятная атмосфера от этого дворца спорта. Здесь как-то все так душевно. Особенно из тренировочного процесса воспоминаются летние сборы учебно-тренировочные. Нагрузки были очень тяжелыми. С понедельника по пятницу мы здесь тренировались целыми днями. Сегодня в секциях занимается около полутора тысяч детей. Но дворец спорта не останавливается на этом. С 2015 года Восток развивает новые направления для Орехово-Зуева – черлидинг. Очень модное современное направление. Недавно у нас проходило первенство Московской области здесь, где наши воспитанницы заняли первое место. Направление грудничковое плавание. Очень востребованное в Московской области по всем комплексам. И вот мы в этом году тоже открываем для того, чтобы молодые родители могли привезти своих юных детишек, для того, чтобы они и учились плавать, и закаливание происходило, ну и свободное время проводить семейно. За последний год большие события для Востока произошли в структурных подразделениях. Открылся ФОК «Северный», который позволил увеличить соревновательную базу. Крупнейший юбилей 55 лет отметит городская лыжная база в районе Холодильник. К такой дате Восток взялся за модернизацию этого объекта. Очень много вкладываем сил, туда времени и средств, для того, чтобы все получилось идеально у нас. Роллер-дорожка построена. В зимний период будет состоять каток. И открывается сильное направление биатлона при поддержке Федерации Московской области биатлона, администрации нашего города и совместно, как бы вот, в Дорожном спорте Восток мы улучшаем эту базу, где население может круглый год оздоравливаться на свежем воздухе. Востоку 10. Дворец спорта, с чьим именем связан не один десяток побед наших спортсменов, по-прежнему не прекращает искать новые формы, идеи, таланты в Орехово-Зуеве.